МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"79-й год. На экраны страны выходит первый советский боевик пираты 20-го века. Бешеный успех. Люди в километровых очередях, как за дефицитной колбасой, стоят в кассе кинотеатров. Фильм посмотрят 120 миллионов человек. Мы с Курей Ременко ездили на встречу, к нам подошел человек, и он сказал, он говорит, взойдите сколько раз, я посмотрел. 25 раз я посмотрел этот фильм. В роли пирата Салиха чемпион Узбекистана по карате, омладатель черного пояса, актер Алгат Нигматуллин. САЛИН САЛИН Гоша? САЛИН Здрасте. Здрасте. Любовь зрителей, уважение коллег, главные роли в фильмах, внушительные гонорары и кровавая точка на самом пике карьеры. Кто вступил в смертельную схватку с одним из самых сильных людей страны и пролил первую небутафорскую кровь в советском кинематографе? САЛИН КАДРЫ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА КАДРЫ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА Владимир Кестрецов, обвиняемый в зверском убийстве звезды советского кино, Талгата Нигматулина, спокойно рассказывает следователям о том, как вместе с друзьями насмерть забил актер. Ну, подходили к нему и наносили удар. Он говорил, бейте его. Такие были команды. 85-й год. Вильнюс. Ночь с 10 на 11 февраля. Пятеро септантов избивают Талгата Нигматулина. Спортсмен-каратист даже не делает попытки защититься. Страшный удар в голову выключает сознание Талгата. ВЫСТРЕЛЫ Причина смерти Талгата была все-таки не один удар, а травматический шок. ВЫСТРЕЛЫ Талгат Нигматуллин родился в Тирвизии. Его отец был шахтером и погиб в забой. Мать работала директором школы. Но после смерти мужа ей с трудом удавалось сводить концы с концами, воспитывая в одиночку двоих сыновей. Так Талгат Нигматуллин оказался в школе-интернате. Он был очень болезненным ребенком. Он перенес в детстве рахит. Он был очень страшный, некрасивый. Одноклассники постоянно задирали хлюпика. И Талгат вечно ходил в ссадинах и с синяками. Талгат мне очень много рассказывал о том времени, когда он провел в интернате. Он рассказывал о всех тех драках. Однажды на школьной дискотеке Нигматуллин преодолел робость и пригласил на танец девочку из параллельного класса. Получив отказ, подросток долго и мучительно переживал. И решил, что он должен себя именить, должен всем доказать, что он на самом деле не такой. Выпускник провинциальной школы Талгат Нигматуллин понимал, его знаний недостаточно для поступления даже в рядовой институт Республики Киргизия. Талгат всего добивался сам. Он, что называется, грыз, хранит науки. Пробелы в образовании Нигматуллин восполнял тем, что ночами переписывал от руки войну и мир. У парня были амбиции. Он твердо решил уехать в Москву, поступить во ВГИК и стать актером. Нигматуллин подал документы в Государственный институт кинематографии и выдержал конкурс. Вот как раз на том курсе, где был и Николай Еременко, и Вадим Спиридонов, и четыре Наташи. Четыре Наташи. Это в будущем заслуженные народные артистки. Наталья Белохвостикова, Наталья Гвоздикова, Наталья Оренбасарова и Наталья Бондарчук. И, конечно, Талгат во многом нас обгонял. Своей энергией и любовью к восточным единоборствам Талгат Нигматуллин заразил весь курс. Мы все начали заниматься каратэ. Я хочу сказать подпойно. В то время ведь это не разрешалось вот так официально. В 1972 году указом спорткомитета СССР каратэ оказался под строгим запретом наряду с секциями культуризма, женского самбо и карточной игры бридж. По мнению партийных функционеров, эти виды спорта пропагандировали западный образ жизни. Это не только драка, способы самозащиты и самоутверждения. Это целая какая-то такая философия. Таморощенные сенсей учили подростков боевому искусству, совершенно не заботясь о духовном воспитании учеников. И восточная борьба стала оружием в уличных драках. В уголовном кодексе появилась статья, по которой преподавание каратэ могло стоить тренеру пяти лет лишения свободы. Тотальный запрет на этот вид спорта только подстегнул моду на создание подпольных секций. Мы ходили на квартиру с Толгатом, где он встречался со своими товарищами по каратэ. И они в квартире устраивали такие учебные бои. В 70-е даже и в библиотеках было трудно найти необходимую литературу. По рукам ходили подпольные копии трудов восточных философов, сделанные на ротопринте. Он пытался понять, что такое человек, его возможности. Он изучал всякую эзотерику, то, что сейчас называется, то, что нельзя объяснить. На учебу в Афгике занимает практически все свободное время студентов. И Толгат Нигматуллин на время вынужден отложить поиски ответов на вечные вопросы. В 67-й год. Толгат Нигматуллин получает первую роль в большом кино. В фильме «Баллада о комиссаре» молодой актер сыграет белого офицера. Комлюга! Сволочь! Я просто рядом стою! После этой роли за Нигматуллиным прочно закрепилась амплуа мерзавца. Он хорош был, хороший был мерзавец. Он был мерзавец, в которого влюблялись женщины, девушки. За 18 лет актерской карьеры Толгат Нигматуллин сыграет множество ролей. Но настоящий успех и всенародную любовь актеру принесет фильм «Пираты 20 века». Четко сработано, малыш. Вы все верно рассчитали, мастер? Персонаж Нигматуллина – отчаянный головорез. А-а-а! Советский зритель должен презирать и ненавидеть бандитов. Но Толгат Нигматуллин вложил в роль пирата Салиха столько обаяния, что все мальчишки Советского Союза мечтали стать каратистами. После фильма «Пираты 20 века» он получил медаль и диплом, подписанный тогда председателем КГБ СССР Чебриковым за достойное воплощение образа врага. На съемках «Пиратов» актрисе Наталье Харахориной кричать приходилось не только от страха, но и от боли. Толгат и Наталья долго обсуждали, как сыграть сцену максимально реалистично. И решили, Нигматуллин будет бить актрису по-настоящему. После этой съемки у меня просто вся спина была синего цвета. Ну, ничего, искусство в данном случае требовало жертв. Особое внимание уделялось подготовке актеров в сценах с постановочными драками. Толгат предпочитал отказываться от дублеров, каскадеров, и все трюки исполнял сам. Но иногда актеры увлекались в кадре, и эмоции брали вверх над здравым смыслом. Во время съемок этого эпизода Толгат ударил Кольку Еременко в нос. Вот эта кровь, которая у него в кадре, это настоящее. Коля говорит, ну, подожди. Отыгрался Еременко на партнере уже в следующей сцене. В кадре Нигматуллин охотно демонстрировал свое боевое искусство. В реальной жизни старался придерживаться правила «выигранный бой – несостоявшийся бой». И он учил всех доброте. Зачем ты отвечаешь на зло злом? Нельзя. Ты, наоборот, пошли ему лучшие мысли. Ты ему улыбнись. И от неожиданности агрессия уйдет. Но иногда улыбка не помогала избежать столкновения. Однажды актеры решили после съемочного дня отпраздновать день рождения коллеги в ресторане. Через несколько минут к их столику подошла крепко выпившая компания. У них было человек 8 или 9. Я хотел кого-то там позвать еще. Давай, давай. Да коси, почему боитесь? Да. Когда вернулся, то остальные уже лежали, эти ребятки. Стоял только Талгат. В перерывах между съемками Талгат рассказывает своим друзьям о том, что в его жизни появился очень интересный человек. Нигматуллин называл его учитель. Он называл своего учителя Христом на земле. 70-е советские люди, задавленные коммунистической пропагандой, с большим вниманием посещали лекции о вселенском разуме. Поэтому симбиоз восточной философии и биоэнергетики творческая интеллигенция восприняла как глоток свежего воздуха. Что-то там внутри тебя шевелилось. Неужели вся духовность кончается моральным кодексом строителя коммунизма? Его не устраивало жизнь в Советском Союзе, когда все живут по написанному сценарию. Мой отец был человеком, для которого не существовало тех вот рамок. Границ не было только у космоса. Биоэнергия – его составляющая сила. Современный бог. Он позволяет адептам учения обмениваться неисчерпаемым запасом разума и силы. Единственный посредник между тобой и космосом – учитель. Он был под властью на этому космосу, он все время у него с уст не сходило это слово. Я просто ему говорю, ага-то, опомнись, какой космос. Учение о биоэнергии мгновенно было подхвачено предприимчивыми людьми. Они вовремя поняли – хочешь быть успешным – придумай новую религию и возглавь ее. Абай основал свою секту, в которой был один закон – он, бог и царь. Абай Барубаев – сын главного редактора областной партийной газеты города Ош-Киргизской ССР. Получил высшее экономическое образование, но не работал ни дня. Молодой человек буквально в воздухе уловил идею. Деньги можно делать на нетрадиционных методах лечения. Большие деньги. Это был какой-то микс разных течений. То, что Абай читал, что-то слышал, что услышал в Центре биоэнергетики в Москве. А услышал Абай главное. Игорь Николаев открыл в Прибалтике первый в Советском Союзе кооператив по оказанию психологической помощи, которая основана на принципе биоэнергии. Стали приходить люди в депрессии, особенно творческие люди, вперед творческого кризиса. Им это стало помогать. Теперь Абаю Барубаеву был нужен ручной экстрасенс. В одном из глухих селений Каракалпакии Абай нашел того, кто мог принести ему деньги и власть – Мерзу Кэмбадбаева. Мерзу – он был простой лентяй из деревни. Его как такого талисмана возил с собой и показывал Абай. Ему-то это было выгодно. У мошенников была схема, с помощью которой они удачно морочили гражданам голову. Пока больной ехал в поезде к экстрасенсу Мерзе за исцелением, Абай Барубаев давал телеграмму своему компаньону с полной информацией по клиенту. А обманутого человека ожидали уже на вокзале. Учитель их встречает и говорит, здравствуй, я знаю, что ты ко мне приехал, я тебя жду, тебя зовут так, то у тебя болит тот, то у тебя в Москве больной сын, его тоже надо ко мне. И естественно, человек это шок, откуда он это знает, я его первый раз вижу. Абай демонстрирует своего экстрасенса как восьмое чудо света, а Мерза творит чудеса налево и направо. После того, как Мерза показал пару биоэнергетических фокусов, в столице ему стал покровительствовать главный редактор журнала «Огонек». Он имел письмо от главного редактора. Как бы такая охранительная грамота от местных властей. Результаты мошеннических гастролей не заставили себя ждать. В Москве, Средней Азии и в Прибалтике Абабаи стали говорить как о незаурядном практике древних методик, которые позволяют максимально раскрыть резервы возможностей человека. Он создал такую аферу, в которую, мало того, что он втянул много известных и влиятельных людей, он на ней еще очень много денег зарабатывал. Для того, чтобы его учению простаки доверяли безоговорочно, Абаю требовалось лицо компании. Отец был очень известным, он зарабатывал очень много денег по тем временам. Талгат Нигматуллин познакомился с Абаем и Мерзой совершенно случайно, на рядовой московской вечеринке. Утром у актера в графике стояла сложная съемка, и он ушел из гостей пораньше. Он сел в трамвай, ехал к себе домой и проехал свою остановку. Каково же было удивление Талгата, когда он лицом к лицу столкнулся со своими новыми знакомыми. Перед ним стоит Абай и Мерза. И говорят, мы тебя ждем. Мы тебя ждем. Все для него шок. Как они узнали, что я пройду свою остановку? Как они меня ждут? Молодой, успешно известный на всю страну Талгат Нигматуллин на роль знамени секты подходил идеально. Для того, чтобы актер был уверен в том, что Абай и Мерза раскроют ему истину, руководитель секты лично приехал к Нигматуллину в Ташкент и поселился у него дома. Талгат-то днем работал, Абай отсыпался. Но как только наступал вечер, начиналась эта обработка психологическая. В этот период у Талгата его карьера пошла в гору. И он это связывал именно с тем, что это Абай ему помогает. Отец нового движения Абай Барубаев прилагал все усилия к тому, чтобы вера в его учения и в могущество целителя Мерзы крепла день ото дня. Многие видные деятели культуры, политики уже подтверждали, что действительно они к нему ездили, действительно этот человек делает что-то невероятное. Ученики Абая и Мерзы должны были пройти путем аскезы. Доктора наук приезжали в длиннобитный домик Мерзы и покорно проходили обряд очищения от гордыни. Купались в городском рике, в речейке, в городе. Купались голыми. Ну, это было ЧП, конечно. Нас выловили. Возмутительное спокойствие даже не посадили на 15 суток. Абай просто продемонстрировал милиционерам письмо за подписью главного редактора «Огонька», в котором говорилось, эти люди участвуют в чрезвычайно важном научном эксперименте. Однажды в Аши я спросила, Талгат, что ты здесь делаешь? У тебя, у которого есть все. Он сказал, я пришел усмирить гордыню. Я пришел убрать свое эго. Но купание на гишом в канаве было только цветочками. Молодые парни, молодые девочки. Мерза распределиваются, кто с кем ложится. Свободный секс в ритуал входит. Бралась женщина, и ей настоящим методом мужским передавалась энергия. Причем делалось это публично. Когда дело дошло до меня, я сказала, вот хоть убейте меня, я не буду этого делать. У меня есть муж, я его люблю, а вашей энергии мне даром не надо. Но Абай и Мерза придумали и более унизительные испытания. Они заставляли интеллигентных людей заниматься нищенством на городском кладбище. Сектанты должны были съесть то, что оставалось на могилах после поминальных обрядов. Этого я никак не могла пересилить. Талгат уже скрипя зубами это сделал. За завесой игры в отказ от собственного я, Абай Борубаев не забывал о главном. Получать деньги за науку со своих учеников. Талгат, он должен был отдать Абаю 10 тысяч рублей. Он отрывал от семьи и отдавал Абаю. Так же поступали и остальные. Жена Талгата уже давно не верила его учителям. Но даже тихий бунт женщины вызывал бешенство у духовных наставников актера. И Талгату сказали, что ему надо избавляться от меня, потому что я тяну его вниз. Абай был уверен в том, что Талгат его послушает и подаст на развод. Ведь именно по совету учителя Нигматулин развелся со своей второй супругой Халимой Хасановой. Насколько я знаю, одна из причин была, почему он от нас ушел. Потому что ему этот Мерза сказал, что это не твоя семья. Никому из учеников даже в голову не приходило подвергнуть критике поступки учителя с большой дороги. Однажды, когда я сказала Абаю, Абай, почему вы позволяете сделать себя кумиром этим людям? Он сказал, люди хотят кумира. Людям нужны кумиры. Люди хотят за кем-то идти, потому что они не знают, куда идти. Почему это буду не я? Друзья пытались уговорить Талгата оставить секту. Но эти разговоры он пресекал сразу. Петрович, ты не знаешь, это такая мощь, это такая сила. Он уже был настолько... То ли сомбировал. Но зимой 85-го года над доходным бизнесом Абая Барубаева собрались тучи. Последователи его школы в Вильнюсе отказались платить членский взнос. Дело в том, что Мерза пообещал вылечить больного ребенка одного из сектантов. За лечение целитель потребовал такую сумму, что родителям мальчика пришлось заложить квартиру. В итоге ребенок все равно погиб, и Валентин сказал, что я, вы обманщики, мы вас не хотим знать, все больше к нам не приходите. На что Абай сказал, ну извините, как-то так не приходите, а деньги. Человеческая жизнь совершенно не интересовала Абая Барубаева. С убитых горем родителей он решил получить гонорар любой ценой. Вильнюс, он приехал с этой своей командой, и они пытались спровоцировать драку. В качестве тяжелой артиллерии Абай вызвал Талгата Нигматулина. Актер по первому зову учителя бросил все дела, но опоздал на регистрацию билетов. Казалось, судьба хранит своего любимчика. Пилот узнал, кто опоздавший пассажир, он сказал, нет, мы подождем. И весь самолет еще 10 минут ждал, пока мой отец проедет регистрацию. 10 февраля 1985 года Талгат Нигматуллин прилетает в Вильнюс. Когда члены секты собрались в квартире у родителей погибшего ребенка, Абай приказал Нигматуллину выбить из отступников деньги. Но ученик впервые ослушался своего учителя. И отец меня с того, чтобы вымогать у них деньги, он просто встал и сказал, все, я не дам их обижать. Барубаев был обескуражен. Талгат, который выполнял любой его приказ, вышел из повиновения. На глазах у остальных членов секты. Абай покинул поле несостоявшейся битвы в бешенстве. Он решил устроить над предателем показательную казнь. Члены секты последовали за своим учителем. Когда Талгат позвонил в дверь квартиры, где остановились Мирза и Абай, его уже ждали. Абай назвал Талгата предателем и приказал бить. И сбивали пятером. И он не защищался совсем. Наверное, до последней минуты, пока был в сознании, верил в свое, этого учителя Абая. На шуму дикие крики доносящихся из квартиры, где разъяренные сектанты избивали Никматулина, соседи вызвали милицию. Когда стражи порядка прибыли по вызову, актера заперли в ванной комнате и приставили для страховки сектантку. И дали в руки нож и сказали, если он будет вставать, отрежем угол. Абай успокоил милиционеров. Сказал, что отмечает защиту диссертации, что ему стыдно перед соседями и шуметь никто больше не будет. Через несколько минут избиение продолжилось с новой силой. Но уже в жуткой тишине. Абай заставил, чтобы все нанесли хотя бы два-три удара, чтобы замазывать всех. Когда они его избивали, то, что они его бьют, а он-то терпит и не пытается им сдать сдачу, не пытается возразить, это еще больше их заводило. Почему обладатель черного пояса, чемпион республики по карате, терпел побои от людей, которых мог разгидать одним движением? Талгат Нигматуллин это избиение воспринимал как заслуженное наказание. Однажды я прочла у Талгата. Наказание от учителя – это великое благо для ученика. Если учитель тебя бьет, значит, ты на пути. Избиение продолжалось всю ночь. Когда сектанты уставали, они пили чай, а потом возвращались к своей жертве. Когда после одного из ударов Нигматуллин не пришел в себя, Абай занервничал. Они вызвали еще одного участника этой секты, замечательного врача Йовайшу. Он приехал, говорит, да он умирает. И только после этого сектанты вызвали неотложку. Приехала скорая, врачи констатировали смерть. И сразу сообщили милицию, потому что смерть явно насильственная. Кровь везде обрызгана из стены полу. 11 февраля 1985 года Талгата не стало. Позднее судмедэксперты насчитают на его теле 119 ран. В этой бесформенной груди раненого человеческого тела я не узнала Талгата. Венера, вопреки мусульманским обычаям, приняла решение кремировать тело мужа. Я сказала, никто, никто не увидит его в таком состоянии. В памяти людей он останется тем красивым, сильным, умным, спортивным человеком, которого люди знали. Вместе с Абаем и Мерзой перед судом предстали трое членов секты. Студенты института имени Баумана Игорь Седов, Григорий Бушмакин и их преподаватель, доцент Владимир Пестрецов. В тот раз вы вообще задумывались над последствиями или вообще не думали о последствиях? Я верил Абаю, в общем, что он не станет делать плохо. Они были подвержены абсолютно влиянию Абая и верили в него как в Бога. Во время судебного слушания основатель секты Абай Борубаев пытался выдать себя за психически нездорового человека и всю вину пытался переложить на своих учеников. Кто бил? Ну, я не знаю, кто бил. Если не я, значит, другие. Верховный суд Литовской Республики приговорил Абая Борубаева к 15 годам лишения свободы. Через несколько лет после приговора он умер в тюрьме. Мерзук имбатбаева осудили на 12 лет с конфискацией имущества. Абай тоже закончил свою жизнь плачевно. В полной нищете. У него отказали ноги. Пестрецов был осужден на 13 лет строгого режима. А Бушмакина отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику тюремного типа. Бушмакин просто сошел с ума, потому что он не смог пережить то, что сотворил. В 90-е Россию с головой накрыла волна мракобесия и сектанства. Десятки тысяч доверчивых людей искали и находили утешение в псевдорелигиях. Ради обещанного эфемерного рая они были готовы расстаться с деньгами, квартирами и даже с собственной жизнью. Десятки лживых пророков ловили людские души в мутной воде перемен, и первая кровь не стала последней. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА